всем привет у нас сегодня прямой эфир на тему макияж для себя про курс который у нас сегодня стартует это будет крайне поток в этом году и потом уже будет только в следующем его надо ждать ловить вот поэтому я с радостью отвечу на все вопросы могу рассказать про программу мы каждый сезон усиливаем оффер мы увеличиваем количество внутренних всяких ништяков и бонусов вот поэтому он становится все более более профессиональный кен привет красного вот скажите если у вас вопросы по по курсу сам себе визажист вот я сегодня писала пост и как раз там очень много рассказала о том в чем смысл смысл курса в том что мы живем в такое время когда очень важно уметь что-то потреблять и чтобы что-то потреблять нужно учиться этому но у инсайдеров у людей которые реально понимают что нужно что не нужно и так со всеми знаниями то есть если вы что-то хотите делать там или покупать или еще что то нужно в этом очень хорошо разобраться иначе будет большая потеря по времени вот и я упаковала все свои знания по макияжу в этот курс в котором я учу людей в первую очередь не тратить лишние ресурсы потому что у нас всех ресурсы ограничены и и я вас призываю к тому чтобы вы использовали свои ресурсы скажем так с более четко очерченной выгодой если вы тратите свои ресурсы время деньги еще что-то там эмоции да настроение тоже наш ресурс в таком случае нужно понимать какие бонусы вы оттуда получите вот и у нас изначально подход у курса что мы нацеливаем вас на восстановление личного ресурса по энергии по деньгам по эмоциям и учим его не просто экономить этот ресурс а увеличивать вот и конечно это такой немножко бизнес план по самому себе по самой себе так я вижу вопрос сейчас немножко такой какая сумма примерно нужно будет для покупки кейса косметики после вашего курса макияж для себя смотрите вот если купить прям хороший уход который вас соберет это где-то две с половиной тысячи рублей можно полностью уход то есть это все ступени включая умывание и уход соответственно на декор я в среднем 3000 где-то закладываю потому что если купить только то что нужно точечно там не без понтов всяких там не гоняясь за лимитками не просить подружку из америки выслать какие-нибудь там супер и редкостные игрушки две с половиной три тысячи это норма для того чтобы повседнев себе закомплектовать это чтобы был холеный макияж хороший такой продающий поднимающий настроение вот и в нем будут все необходимые точки это глаза брови кожа контур губы вот и у нас там есть еще вечерний блок это для того чтобы очень быстро собраться на тусовку стоимость этого блока если покупать косметику я думаю до 1000 можно легко можно даже меньше потому что я пропагандирую то что ценность косметики не в ее цене а в том насколько вы умеете правильно положить потому что даже если очень простую дешевую косметику правильно выложите на смотрится дорого и все вы знаете эту фишку когда вы приходите покупаете там пункт палетку от шанель или атом ford начинаете наносить и она нифига не так холено выглядит как на рекламе потому что косметика любит моторик моторика это самая важная часть в красоте конечного финиша текстур вы можете положить текстуру вот у меня очень много в кейсе например с трейд я на нем работаю как профи как пейзажист средняя цена баночки это стрейд на русские деньги 200 рублей а текстура смотрится лучше чем dior там тот же самый их знаменитый хайлайтер и это дело реально в моторике дело в том чтобы к себе подобрать потому что бывает что вы купили очень красивый цвет но он очень странно смотрится на вас и гораздо проще купить что-то простенькая скромненькая там знаю приятной баночке которая вам максимально приглянулась но адаптировать это так чтобы это было под вас видите это же во всех сферах одинаковая тема что нужно все под себя поднастраивать так как я отношусь к мужскому макияжу я хорошо отношусь я очень много с мужчинами работаю со звездами с политиками на съемках я вообще ко всему макияжу отношусь одинаково то есть я считаю что макияж он нужен если он вам дает выгоды и у меня бывают на коучинге мужчины бизнесмены которые просят им кожу собрать которые просят там форму бровей оформить чтобы у них как бы был вот этот исходник до эмоциональный я иногда им правлю даже форму бороды чуть-чуть но чтобы просто ему динамику лица задать и очень многие мужчины пользуются тональными клемами на повседнев потому что кожа конечно и мальчиков у девочек одинаково коцается в наших условиях мороза жесткой воды там и так далее и плюс у нас никто не умеет ухаживать за кожей потому что я за всю жизнь я встретила два косметолога которые более-менее понимают что такое химия кожи и что с ней делать но они это никак не транслируют потому что им не выгодно все остальные не понимают что такое кожа не понимают как за ней ухаживать и конечно консультант в магазине тоже ничего не знают поэтому у нас у всех такое немножко поврежденное состояние кожи мы все время покупаем что-то средненькое что нас сильно не лечит сильно не калечит и конечно всем хочется закрыть это потом чем-то еще декоративным сверху и вот я когда работала в золотом яблоке например мне консультанты я смотрела ну общие какие-то динамики и мне часто консультанты рассказывали всякие приколюхи и вот мужчины покупают максимально часто тональный крем от dior nude потому что он очень тоненький он незаметно но лично я чаще комплектую мужчинам минеральную пудру очень дорогого какой-нибудь мелкого помола потому что она все-таки тоньше ложится чем тональный крем на мужскую кожу она менее заметная и проще диффузировать с кожей и ее проще точно нанести вот она очень хорошо интегрируется кожа родной и у мужчин бывают такие проблемы как краснотоносы например да какие-то с кожей заморочки еще что-то и все-таки курс он изначально и для мальчиков и для девочек по коже собран мы сначала всех приводим к исходной красоте и это очень конечно интересный факт что никто из нас не знает как мы выглядим в реальности вот если дать месяц правильный уход кожи то нам приходит свой реальный возраст а то что мы видим но на данный момент если мы не разбираемся то это чаще всего завышенный возраст то есть мы все выглядим более изношенными чем нам в реальности лет и в первое время первую недельку полторы мы занимаемся только тем что мы кожу восстанавливаем и только после этого ее можно уже немножечко там как-то еще приукрасить декоративка иначе нет смысла вот поэтому я вообще к любому макияжу отношусь хорошо если это дает выгоды если это повышает настроение если это собирает эмоционально человека не вижу никакой разницы у кого хорошее настроение у мальчика или девочки вот потому что это одинаково приятно и я кстати еще очень вообще люблю метросексуалов жаль что их время прошло потому что конечно в 90-е метросексуалов мне кажется было побольше чем сейчас сейчас как-то это уже гипертрофировано то есть расслоение сильнее было раньше это было более деликатно вот так давайте еще какой-то а метросексуал вот заходит мой продюсер метросексуал да ты же не красишься пока что ну да я иногда на съемки подкрашиваю но на самом деле вот знаете удовольствие от своей красоты и мальчики девочки реально одинаково испытывают нету такого если вы видите мужика который говорит что мужчина должен быть чуть симпатичнее шимпанзе он пиздит сто процентов потому что сколько я знаю мужчин они все кайфуют от своей красоты от красивой одежды от красивых игрушек и все таки это все придает смысл жизни и я считаю что вообще скоро уйдет разделение на мальчиков девочек потому что все давно поняли что мы перемешиваем порядке в тела впихнуты в свои так рада курс без обратной связи пойдет для новичка если нет цели стать профессионалом девочки это курс для себя это курс не для профессионала тут дело в том насколько вы хотите для себя это сделать первый пакет за 10 тысяч он просто говорит как себя не портить и как сделать хороший холеный мейк там нет обратной связи то есть например если вы где-то встряли в каких случаях это актуально вот например мне часто девочки скидывают фотки кожи в личку там до после мы смотрим динамику да там когда очень сильно возрастная кожа обезвоженная там какие-нибудь супер адовые угри вот посмотрите сегодняшний пост если пролистать карусельку там девочка мне присылала динамику своей кожи у нее вот за несколько месяцев результат но конечно максимальный результат в первом месте происходит у нее были уже там практически атопические дерматиты на все лицо уже корка ну то есть больно умываться знаете когда вот вот такие вещи как бы конечно надежнее с обратной связью сопроводить потому что мне разобраться вашей коже две минуты надо но для этого мне нужно посмотреть и задать пару точных вопросов что делала как там больно не больно как ведет и так далее то есть уточняющие сам себе визажист первичный пакет здорово если вы молодая симпатичная девушка у вас никаких вопросов к миру особых нет никаких заморочек вы там адекватная внятная понятная если вы любите до всего докопаться там 150 вопросов задать все уточнить чтобы все было точно правильно надежно если у вас есть какие-то свои особенности которые вы хотите взять и вот закрыть не просто чтобы стало чуть чуть лучше а чтобы вообще закрыть проблему на корню то конечно лучше брать с обратной связи вот кто идет вип пакет у них какие привилегии я с ними всегда могу договориться в том плане что если например там она куда-то уехала забылась вообще на месяц отрубилась то она потом просыпается так а я все пропустила я говорю ну ладно давай сейчас доработаем то есть как бы я с ними более лояльно потому что у меня вообще ватсапе по факту ну и там конечно есть скайп а скайп это уже такая эмоциональная работа больше я уже доискиваю что что нету по эмоциям потому что основная суть выйти в ресурс это всегда количество состояния внутреннего удовольствия вот и мы уже там очень много про психологию рассказываем смотрим уже окончательно эмоциональную маску еще что то вот поэтому тут дело вообще не для профи тут дело только для себя и это разные подходы они очень сильно отличаются для себя мы ищем эмоцию мы ищем свой ресурс через эмоцию мы ищем свой ресурс через холеную кожу через здоровье через наблюдение за тем как на нас реагируют окружающие то есть например вы делаете себе мейк идете на работу и смотрите ага что-то изменилось там мальчики забегали девочки как-то мягче смотрят еще что-то или например вы делаете чуть по другому идете снова на работу и так девочки плохо реагируют мальчики хорошо там и так далее то есть вы тестируете свой контекст а для профи курс он рассчитан на то чтобы я научила вас работать с клиентом чтобы вы предугадывали чтобы вы читали их мысли чтобы вы закрывали их потребности раньше и быстрее чем даже о них и звучат и это вообще про разные то есть курс для профи он про внешнее а курс для себя он про внутреннее продукты которые вы рекомендуете можно ли купить в Германии смотрите я не рекомендую никакие конкретные продукты я вам объясняю химию этих продуктов и объясняю на что смотреть когда вы покупаете то есть вы идете в любой магазин вот я сейчас была в Турции я захожу в любой магазин в Турции там есть все что нужно любой девушке с дубляжом там по 50 единиц на банку ну то есть понимаете да в каждом бренде есть дублирующие продукты единственное что мне было сложно найти не нашла органовое масло для волос я хотела купить и я посмотрела составы и везде кошмар вот и настоящего масла я там не нашла но можно было еще поискать и я вас учу я вам передаю навык потреблять я вам никогда не скажу купите вот это или вот это потому что все продукты которые я могу сейчас порекомендовать они снимаются с производства со средней скоростью там 2-3 года продукт уходят с рынка то есть например мой фаворит который я еще там первому второму третьему потоку говорила ну ладно если вам лень искать идите возьмите это я сама этим пользуюсь это мой самый любимый продукт то сейчас я зашла в Турции и мне говорят консультантов знаете его сняли и я такая ну как бы я уже не расстраиваюсь потому что это норма представьте сколько нам еще лет жить и например если я вам скажу конкретный продукт то это вам знание на ближайшие два года а потом вы можете вообще забыть логику как выбрать как себе подобрать и получается что знание оно такое как бы недолгосрочное а моя задача передать образ мыслей дать алгоритмы мышления чтобы вы могли до конца жизни себе потреблять все таким образом чтобы у вас не было потребности во внешнем мнении внешнее мнение очень опасно потому что вы заходите в магазин там есть консультант которая работает 2-3 месяца она вообще ничего не понимает она не понимает разницу там питательного крема от увлажняющего грубо говоря вот она понятия не имеет что такое составы и вообще на закрепленник ее поставили около бренда ее задача там на 2 миллиона в месяц продать этой косметике иначе ей там премию не выплатят и поймите что в этой ситуации она на своей стороне а не на нашей как покупатель ей все равно что нам не нужна эта вещь у нее как бы есть свой мотив то есть там никто в себе тоже не играет в магазинах она понимает что ей нужны деньги от того что она вам будет говорить то что вам нужно скорее всего вы не найдете это конкретно в том бренде где она стоит поэтому не стоит доверять консультантам и не стоит доверять блогерам которые пишут обзоры потому что это девочки там 20 лет которые просто в яндексе сидят где-то копипастит какую-то инфу и они совершенно не понимают что это за химия как ее по типу кожи подбирать еще что-то моя задача передать вам понимание какой у вас исходник какой тип кожи тип кожи очень медленно меняться с течением жизни вот для того чтобы вы не портились и у меня там в первом видео я рассказываю про ппшников ппшники это люди которые полезный образ жизни типа поддерживать ну правильное питание все такое заживце и вот как бы суть этих людей в том что они не то что улучшают свое здоровье они просто не портят потому что здоровье изначально стопроцентно всем дано и его как бы выше чем сто процентов не поднять и каждый день мы совершаем действие да вот эта эстетика повседневности и мы делаем много неправильных действий каждый день и вот это наносит максимальный урон нашей внешности нашему самочувствию и моя задача научить вас каждый день моя задача научить вас каждый день не совершать неправильные действия которые будут вас каждый день делать хуже старше там старее то есть задача научиться не изнашивать организм вот поэтому так ладно давайте еще конфликт посмотрю а составы диора строит думаете одно и то же ну знаете я не люблю людей которые не понимают что я говорю и задают тупые вопросы вот так во первых у вас не вопрос а претензия вот и я вам могу так сказать что и масс-маркет и люкс одинаковые по составу никакой разницы нет есть разница в том подходит вам эта косметика или нет вот мой личный уход за кожей лица ой лично мой уход за кожей лица упирается в основной уход у меня стоит 200 рублей ну 300 рублей вот мой повседневный уход мне хватает на 2-3 месяца вот прекрасный состав и как вы видите в мои 35 у меня нет ни одного глубокого залома у меня нету гусиных лапок вокруг глаз у меня нет никаких вообще ну вот просто ничего и дело не в составе дело в том что все думают что если дорого значит круто нет дорого потому что красиво потому что на рекламу сильно потратились и это хорошо я тоже фанат красивых баночек и всего такого но я понимаю что если куплю уход себе в люксе он от слова совсем не работает и у меня есть знаменитое нравовое учение что вообще если на банке написано крем значит это не впитывается в кожу поэтому можете вообще перестать покупать себе уход пока вы не разберетесь вы просто выкидываете бабки а информация по уходу за телом да она дается как общая рекомендация плюс мы на мастер-майндах разбираем на самом деле логика очень похожа по лицу по телу и по волосам потому что у нас все таки структура единая и там нету такой супер какой-то инфы в том плане что это не настолько разнородный материал чтобы с ним как-то вау по-разному работать конечно это не про там парикмахерские какие-то уходы нет я вам даю общую физиологию и общую пластификацию тела чтобы оно не старилось чтобы оно не обезвоживалось чтобы оно там не шрушилось чтобы у вас отпала полностью потребность в пилингах и так далее так перехожу на эко-косметику а то все эти Dior и Estee Lauder сколько же в них вредных компонентов но вот смотрите в мире почти 8 миллиардов человек эти люди они все хотят косметикой пользоваться одеваться, кушать жить где-то, тачки потреблять представляете сколько нужно всего произвести чтобы все эти потребности удовлетворить и конечно же, когда я держу баночку какую-нибудь я понимаю, что 95% в ней это просто пустотельное вещество но это как крахмал, который докрашивают уже какими-то активными компонентами потому что если мы все будем пользоваться активными компонентами у нас просто не хватит ресурсов их очень сложно произвести очень дорого например, я разговаривала с представителями Джейн и Редейл и я спрашиваю, а почему вы не расширяетесь? у вас такой крутой бренд у них крутые составы я очень часто их клиентам подбираю они говорят, ты знаешь, у нас же ограниченные ресурсы то есть вот у нас плантации на плантации вырастают в год не больше 8 деревьев и вот мы больше не можем произвести все точек вот это круто, я понимаю, ну как бы честность в этом и люди продают ограниченное количество товара а вот все, кто безграничное количество товара продает вот это уже вопрос, из чего они это делают и все, что есть в каждом магазине мира возможно пустотельное но это, конечно, не про все но нужно учиться выбирать в первую очередь а не обвинять красивые бренды в том, что они там гондоны и какой-то плохой состав делают это же рассчитано на массы то есть всех надо одеть, всех надо накормить, всех надо чем-то намазать и корпорации ищут варианты, как это сделать и вы много лет были вполне довольны а тут такие, о, а что там, что-то не так и все, и резко расстроились нет, это неправильно я очень часто пользуюсь этими средствами тоже просто надо понимать, на какой слой кожи их можно там накладывать то есть в первый слой, да, первое касание мы стараемся все-таки разработать более чистеньким а дальше уже вообще все равно кожа, она уже дальше ничего не возьмет прямого касания нет, никаких там реакций, повреждений не возникнет дальше вы можете использовать любой говносостав без вреда для здоровья вот, тут уже дело в том насколько вам нужна красивая баночка то есть если вам нужна красивая баночка вы берете что-то очень дорогое если вам не нужна, вы можете взять что-то очень простое вот, состав косметики никакого вообще влияния на вашу кожу произвести не может, если он не лежит на прямом касании так, я еще вопрос кисточки нам почти не нужны, если честно а, вот вопрос, да, да, какие кисти нужны будут нам кисти, очень-очень мало кисточек нужно и конечно я учу покупать их с минимальными затратами поэтому скорее всего вы отправитесь или там в какой-то большой ритейл в отдел, знаете, где всякие кисточки недорогие нам нужно буквально 2-3 кисточки их можно там до 500 рублей легко закомплектовать, вот ну или еще там есть пара козырей в кармане где их можно взять тоже недорого а наращивание ресниц я очень хорошо отзываюсь я считаю, что все, что девушку делает краше повышаете настроение, надо делать так, Радочка, как ты поняла, что хочешь быть визажистом, гедонистом? ну, это немножко не в эту тему, ладно так, про зубы тоже никаких комментариев в курсе профи есть и курс про кожу ну, в профи огромный упор на кожу потому что в будущем времени вы не сможете наработать как профи себе постоянных клиентов если вы не сможете ухаживать за их кожей потому что, например, я наработала себе пункт клиентов очень быстро в городе потому что я была единственным мастером, который лечит всем клиентам кожу у меня все клиенты полностью укомплектованные я их научила даже краситься со временем я говорю, что ты ходишь ко мне раз на три раза в неделю вот, давай я тебя научу красить и иди вот, и у них, конечно, лояльность очень высокая и после этого они никому больше не хотят идти и вот если таких несколько человек по миру будет то они начинают создавать волну и уже как бы вроде есть вот такой классный вариант зачем идти к обычному визажисту поэтому, конечно, курс по коже это обязательно для визажиста для того, чтобы стать в своем регионе уникальным специалистом и максимально быстро наработать себе клиентов это очень выгодно так, советуете для борьбы окна? ну, в прямом эфире я ничего не советую потому что это очень дорогой секрет так, доктор Натали, вы себя как-то ведете? вообще не очень адекватно, если честно я вас блокирую так, давайте я ищу, я ищу, я ищу смотрите, я не рекламирую других специалистов во-первых, вот что касается доктора Натали пожалуйста, очень внимательно к таким людям вот если я кого-то не пробовала сама я никогда никого не рекомендую если я кого-то написала в инсте, что классно надо брать, это значит, что я реально у этого человека там делаю и все мои мастера, у кого я делаю там брови что-то себе колю, удачно сделала какие-то инсинуации я их всегда всех озвучиваю, потому что к сожалению, таких людей очень мало и часто, когда человек говорит, что он очень классный по факту, ничего классного в нем нет вот, и такие люди, как я, мы профессионально тестируем мастеров, потому что мне нужно оберегать своих клиентов и у меня уже вручка там 20-летняя ходить тестировать мастеров то есть я все время тестирую мастеров по ногтям, по волосам, по коже еще что-то, еще что-то, еще что-то а у меня есть в рукаве там все мастера по мезониткам по пластике, еще по кому-то потому что когда ко мне приходит клиент я же не могу его к плохому мастеру отправить то есть я его начинаю по цепочке вести но только в том случае, если я пробовала сама и если вы у своих мастеров спрашиваете рекомендации уточните, они сами были у этого мастера или просто ему кто-то сказал то есть через третьи лица вообще никому не обращайтесь, пожалуйста какой ваш любимый бренд минеральной косметики? конечно, Джейнер и Дейл вы никого лучше в мире, поверьте, не найдете потому что у них самый-самый сильный состав на данный момент у мужа больше ухода, чем у меня но мужчины очень любят быть красивым потому что радости от этого достаточно серьезные так ладно, давайте я вам тогда быстренько расскажу смена питания нет, не входит в уход это не обязательно как в Украине прийти курс? смотрите, у нас курс онлайн у нас есть ссылочка в тап-линке это в шапке профиля вы просто туда заходите нажимаете «Занять место» там открывается оффер то есть там три варианта программы и там цены там написано сколько дней доступ что входит в ваш пакет с обратной связью, без обратной связи и так далее оплачиваете просто карточкой это международная система эквайринга карточка любой стороны мира принимается вообще без проблем то есть там нет никаких ограничений поток стартует сегодня вечером это крайний поток в этом году он идет месяц активный ну то есть с обратной связью мы там активно все делаем проверяем и потом у трех пакетов разный продленный доступ то есть пакет который самый дешевый за 10 тысяч там продленка всего на недельку ну то есть это чтобы досмотреть еще раз материалы пересмотреть там переосознать что-то пакет средний с 20 тысяч там доступ 2 месяца в общем то есть месяц после активного обучения и в пакет мы там 3 месяца тусуемся то есть там вообще очень лайт режим его часто берут именно бизнесмены потому что они вообще у них хаотичный такой немножечко распорядок жизни они то резко сюда улетели то у них еще что-то такой-то дедлайн вот и мы там пытаемся как-то в промежутках это все нисколько не делать бывает такое что там молчок-молчок-молчок а потом хоп мы за день полкурса сделали она такая так все я поняла у меня хватит сейчас заданий на ближайшие 2 недели я пока кожей займусь типа всего и уходит снова там спящий режим наша связь что мы будем делать первую неделю вам открываются уроки скорость у нас 3 урока в недельку открывается все по коже то есть это умывание уход тип кожи и я даю достаточно медленно вступление для того чтобы вы начали комплектовать себе уход перестали портить кожу и первые полкурса они немножко медленные кажется что все там не очень динамично это сделано для того чтобы посмотреть на вашу динамику кожи потому что сто процентов студентов отмечают что кожа стала лучше те у кого дерматиты там какие-то прыщи пигменты сильная жирность они видят вау-эффект к концу месяца те у кого не было никаких проблем в общем то через два дня уже приходят к своему хорошему тургор кожи ну то есть когда там ничего лечить не надо мы просто очень быстро переформируем уход и кожа сама восстанавливается в принципе за месяц у меня девочки жирности выходили в врачи очень быстро можно подзаживить можно вплоть до псориаза убрать но если работать с этапичными дерматитами тоже очень хорошие результаты идут вот и вообще сейчас у меня максимальный запрос на кожу идет потому что уже очень много удачных кейсов и конечно это домино то есть я умею убирать пигментные пятна никакого косметолога не уберет и вообще не рекомендую пробовать у косметолога это делать потому что чаще всего они пилинги комплектуют пилинги это вообще запрещенка и они вас в хроническую фазу заведут пилинг никогда не срежут такой слой кожи чтобы добраться до пигментного пятно пигментное пятно оно как татуировка практически оно очень глубоко сидит и там нужен вообще противоположный метод я очень быстро атопичные дерматиты все обвлечиваю если постараться то псориаз в принципе тоже за месяц можно очень хорошо усыпить вот что еще с пищами вообще без проблем комедон решаем решаем сухость обезвоженность поврежденные участки кожи там еще что-то диатеза гиперчувствительность гиперчувствительность тоже очень такая неприятная вещь вот с ней недолго то есть за 2 недельки можно полностью зарастить пылевый сам тургор выше станет кожа более увлажненная мелкие морщинки все уходят и так далее вот это при условии что вы постепенно закупите себе уход и начнете пользоваться по своей правильной схемкой а через 2 недельки чуть-чуть ускоряется темп мы уже начинаем более активной декоративкой пользоваться это сделано для того чтобы не травмировать кожу декоративкой если кожа пока что не собрана там поврежденная не нужно на нее вообще декоративку наносить потому что это только вредит то есть чем меньше вы травмируете свою поврежденную кожу тем лучше поэтому мы сначала заращиваем и потом уже есть смысл пользоваться декоративной косметикой сверху мы проходим холеный макияж повседневный такой максимально нейтральный максимально продающий максимально всем заходящий холеный ухоженный здоровый спокойный вид вот мы работаем со всеми зонами отдельно то есть на каждую зону свой урок и когда мы это все заканчиваем мы подводим итог в виде экзамена это когда полностью мы это нам скидывают но это не является крайней точкой то есть экзамен это просто такой как бы рубеж на котором мы проверяем что где пропустили не дотянули там еще что то очень часто на курсе мы начинаем растить брови девочка потому что форму нельзя повести из того что есть переходим там уходим от массажистов по лицу потому что понимаем что не очень там щадящий нас там работает но какие-то изменения происходят то есть у вас начинает расти внутреннюю логику вы начинаете по-другому рассуждать и вы начинаете принимать немножко другие решения и когда блог немного макияжа то есть такого холеного повседневного да для настроения заканчивается мы даем еще блок по вечернему мейку правда он есть только во втором и в третьем пакете и там мы даем четыре верные фишки с которыми в общем-то каждая справится если вам хотя бы две из них подойдут то считайте вы уже укомплектованы до конца жизни потому что в принципе если девочка себя хорошо чувствует то ей не нужен супер визажист который там нарисует новое лицо чтобы куда-то пойти достаточно сделать пару маленьких акцентов и вы уже там более игривая более кокетливая более нарядная поэтому вечерний мейк может очень сильно сэкономить бюджет нервы на тестах визажистов и это супер навык для тех кто много путешествует если вы много ездите если вы в командировках если вы уехали на отпуск например да вы в общем-то и так там хорошеете всегда и вам нужно там вечером или на ужин или на коктейль или еще что-то то конечно это нервотрепка визажиста нет вы начинаете красть начинается кошмар потом вы умываетесь короче культушку сделали и пошли поэтому я рекомендую всем обязательно вечерний курс пройти потому что он дает максимальные результаты он дает хорошее настроение на вечеринках а это важно потому что на вечеринках неформальная обстановка неформальная обстановка это когда вот такие немножко на шарнирах да то есть вы там не пережатые по эмоциям не зажатые и вечером все хотят неформальности то есть чтобы быть неформальной вечером нужно быть очень уверенным нужно понимать что ты красивая нарядная у тебя хорошее настроение и тогда возможен вот этот игровой вариант потому что это две абсолютно разные роли то есть днем это более формальное общение всегда между людьми вечером все хотят неформальности и нужно эти понятия обязательно разделять иначе застрянете в одном образе и у вас жизнь пойдет очень однотипно скучно и в общем вы загрустите поверьте никто из вас не хочет прожить однобокую жизнь вы хотите менять роли вы хотите днем там быть супер бизнес-уман воротить что-нибудь я не знаю или быть там супер начальником четким у которого вообще все как часы работают или вы хотите там не знаю супермама быть такой холеной как будто бы высыпаетесь вот дети там не донимают ночам а вечером все хотят флирта все хотят кому-то понравится все хотят там глазками стрелять все хотят приколы взгляды хотят какого-то ну торжества жизни чтобы жизнь не превратилась в рутину чтобы не было вот этой монотонной знаете эмоции вы представьте да вот эта эмоция все это смерть то есть эмоция она должна быть скачкообразная вы должны их иногда менять поэтому мы позиционируем макияж как эмоциональный маркетинг для того чтобы вы могли свои эмоциональные маски менять свои состояния потреблять разные эмоции от того как вы себя упакуете какую эмоцию вы транслируете вы получите разные эмоции снаружи вы ими питаетесь вот и я призываю всех к разнообразию поэтому вот смотрите те кто купит например дешевый курс за 10 по его прохождению у вас есть возможность докупить маленький вот этот четырех фишечный курс по вечернему майку но он все равно чуть более короткий как бы этот курс чем там средний пакет например так я еще вопрос волосы нет не крашеные не крашивалась красная помада да я с ней спать вчера легла вообще о чем я тусовалась полночи у меня был первый вечер когда мне можно было алкоголь я пошла с девочками с тренинга с точки у меня подружки по барам и я из тех людей которые спокойно засыпают с макияжем потому что он мне точно не повредит у меня настолько проработанная схема я устрою чуть под правило и все и снова нарядно я буду еще целый день ходить у меня помада которую настолько сложно оттереть с лица что мне проще в ней два дня походить потому что иначе неоправданное нанесение так живых коучингов у нас нет сейчас потому что я все время где-то в разъездах мы сейчас уезжаем на Бали я буду интровертить писать книгу и я сейчас строю психологические тренинги мне на это нужно очень много времени поэтому мы меня полностью отрезали от общества и мы перестали живые коучинг везти хотя это очень прибыльно и это всем востребовано но вот смотрите всегда нужно что-то выбрать например я отказалась от живых клиентов в пользу онлайн потому что это разные состояния я не могу работать там полдня с клиентами полдня онлайн потому что нужно мозг перенастраивать очень сильно вот и мы пока что полностью сосредоточились на производстве каких там ну скажем так хочется упаковать мысли в опечатку вот поэтому пока что отказались от живого общения к нитям я нормально отношусь все побочки которые мне рассказывают доктора я по факту пока не видела мезонитие прекрасный метод немножечко приподнять свой треугольник лица потому что чаще всего у европейцев у нас у всех такой ну и у монголоидов тоже одутловато отекший вид и конечно лицо у всех немножечко вниз стекает я за нити но иногда это просто показания то есть я говорю все ничего не знаю где ставь нити мне вообще пофигу потому что очень сильно меняется состояние так да конечно в следующем году у нас тоже будет курс я думаю его еще подрастим мы все время немножко видоизменяем вот ну просто в декабре мы подумали что неудобно учиться вам будет поэтому мы поставили так чтобы закончить получится что он должен до нового года закончиться потому что ну как бы всем нужны знания к новому году в общем то в новый год можно уже окупиться потому что у вас уже будет хорошее настроение уже будет хорошая кожа вы уже научитесь круто контуриться там красить себе губы стрелки и вечерние фишки всякие в общем то можно на корпоратив уже к визажисту не идти да эфир конечно сохраним я кстати параллельно вещая в ютубе правда я не смотрю на вас совсем но мы пока тестируем каким образом сразу на ютуб записывать я никак не отношусь честно к конкретным брендам вот пришел вопрос как вы к леди относитесь я ко всем брендам абсолютно одинаково отношусь потому что вот бывает берешь бренд переворачиваешь в нем все банки три банки с хорошим составом все остальное говно непонятно что с этим делать не получится такого сказать что вот видите в этот бренд там все классно нет вот я куплю один тип товара у этого бренда он будет нормальный его можно комплектовать а вы купите какую-нибудь другую и полная херня будет поэтому никак не относитесь ни к каким брендам пожалуйста учитесь думать я еще вопрос там много вопросов блин я не знаю как себя вести в такой ситуации так как вы относитесь к косметике это к тому же смотрите как пользоваться косметикой которая стек срок годности если это сухая текстура у нее нету срока годности от слова совсем если это жидкая текстура то лучше избавиться потому что все-таки жидкие текстуры могут протухнуть но вообще честно вот если у вас баночка хорошо плотно закрыта например у вас тональный крем с дозатором супер с ним вообще никогда ничего не произойдет то есть он не окисляется в него не попадает ничего с внешней среды и все хорошо если у вас там тушь для ресниц да понятно вы ее все время открываете закрываете это максимальный продукт который нужно часто менять ну максимально часто менять если у вас например тональный крем который знаете такой с лопаточкой вот это уже ну такая ситуация не совсем надежная то есть вы там лопаточкой зачерпнули себе положили куда-то снова ее закрыли вот к таким вещам аккуратно то есть смотрите насколько часто вы вскрываете продукт из упаковки если он герметичный то вообще прекрасно или изначально покупайте герметичный вот визажисты когда смотришь как они кейс покупают там все продумано вообще там все герметичненько чтобы ничего не заразилось ничего не произошло вот и сразу все вопросы к сухой косметике закрывайте а все что жиденькое там просто проверьте на момент сколько раз вы ее распаковывали ну как бы и вот этот вакуум так вопрос а купероз можно немного убрать будет купероз не убрать внешним состоянием потому что это все таки сосудистая тема но я вижу что часто купероз связан ну он в паре идет они дружат с гиперчувствительностью видимо пока девочки пытаются купероз избавиться какими-то адовыми методами там криокамерами перепадами температур там контрастным душам протираются льдом или еще всякой хероборой это все настолько убивает кожу что в общем то купероз начинает дружить с гиперчувствительностью вот мы обычно гиперчувствительность залечиваем купероз остается немножко но с ним нужно только лазером бороться или мы вам комплектуем просто плотное средство которое не испортит вам кожу и точно его наносим не на все лица к а на валику будет ли на бали колучинг я думаю что будет потому что там будет много времени свободного сейчас мы в экшен режиме мы очень 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 быстро заснимаем курс у нас каждый день production монтаж production монтаж Да, я читаю уже оттуда вопросы. А на Бали мы уже с запасом контента едем, поэтому там очень много моих знакомых, очень много клиентов. Всегда я всех друзей туда подтягиваю постепенно, поэтому мы на Бали обязательно сделаем. Я думаю, несколько коучингов. И у нас там еще же лагерь тренировочный для профи. Ну и я собираюсь там очень много контента производить, потому что у меня там много знакомых. И я хочу их поснимать. И, кстати, знаете, я еще и одна Бали с той целью, что вот в профкурсе и сам себе визажист мне пока не хватает информации по влажным странам. Я жила в Китае, там очень влажный воздух. Я очень хорошо понимаю, как вся косметика и кожа ведет по влажности. Ну это, знаете, когда к вам все прилипает, когда кроссовки и джинсы постиранные не сохнут. Но я бы хотела это отснять в реале. То есть одно дело, что я рассказываю об этом, а другое дело, если я сниму видео обучающие, как в этой ситуации вообще с косметикой быть. Ну и там по СПФ же еще у нас очень много информации в курсе. Я очень так фанатист за СПФ правильный, потому что СПФ можно себе кожу увидеть намертво. Вот. И в таких теплых странах влажных это очень актуальная тема. Ага, этот курс изменил мою жизнь. Ну конечно изменил. Потому что это очень... Это хорошая экономия эмоций и средств. Рада. То есть при псориазе на лице декоративкой красить нельзя, не уберешь пятна. Нет, почему можно красить? Просто я считаю так, чтобы декоративная косметика выглядела красиво, ее нужно на гладкую кожу выкладывать. А когда у девочки там, не знаю, форшмак на коже, прямо вот нет смысла ее, знаете, декором покрывать. Ну вы все видели там, не знаю, берете подростка с жирной кожей, с угорями, с шелушинками, вы красите эту всю тоналку и получается вообще кошмак. Поэтому лучше сначала подлечить, потратить на это буквально 2-3 недельки. Это все лечится легко. И потом уже декоративочку на хороший холст выкладывать. Проблемы с черными точками. Будет ли затрагиваться эта тема в курсе? Катя, конечно, да. Чаще всего проблема с точками связана с тем, что у вас просто крем неправильно и просто у вас тон неправильно. Все. Мы на этапе ухода уже им становится полегче. Потом добавляем определенный состав тонна и моторику, и все проходит. Но вот девчонки с предыдущих курсов, они сказали, что у них стало попроще. Но я так говорю. Мы делаем одну чистку на этапе курса вакуумную. И потом я вам просто правильно уход выстраиваю. И они больше не образуются в таком количестве уже. Коучинг-провизаж или медонизм. Это одно и то же, девочки. Понимаете, вот если убрать из своей жизни все, что вас раздражает, а раздражает нас что? То, что у нас не получается. Это максимальный источник негатива. Вот представьте, да, вы что-то делаете, а у вас не получается. Хочется бросить что-нибудь в стенку. Вот нам такие эмоции не нужны. Я стараюсь так делать. Вот все, что я делаю на повседнев, я стараюсь изучить это максимально глубоко. Это питание, это уход за всеми своими покровами, это то, как одеваться, это искусство общения. Вот, это мой повседнев, это 90% полотна моей жизни. Если будем учиться делать это, все прекрасно будет. А то, что вы делаете там раз в жизни, раз в год или по праздникам, вообще сдалось оно, оно не дает никаких бонусов. Всегда смотрите на повседневность. Ваша любимая складка для кожи лица. У меня очень много вариантов. Я никогда не говорю, что есть что-то любимое. Если любимое, знаете, это что? Это то, что легко купить. Вот это вообще супер. Если легко купить косметику, а это классная косметика. Я не вижу косметику, которую нам заказывать, там где-то ловить, про запас еще что-то. Вот. Не обращайте внимания на конкретные бренды. Я очень редко комплектую конкретные бренды, если реально проблема с кожей. Я, если я вижу там какие-нибудь этапичные дерматиты, я отправляю к Виктории Ротмановой, потому что она там химик-ядерщик по коже, а она просто состав человека подбирает, который вообще там адово лечит, например. И все. Потому что просто я понимаю человек, который там более, да, осведомленный. А если вы просто покупаете готовую косметику, то вообще не нужно. Уберите то, что подходит, то, что работает, то, что нравится или по цене. Что делать, если кожа под головами не гладкая, с маленькими белыми пупырышками. Смотрите, жировик с внешней, внешнего, ну, с внешней стороны, да, покрова кожи не убрать. Это придется идти уже к косметологу или к хирургу, чтобы он вам эти жировочки вырезал, там, лазером каким-то образом выжигал. Не хочет сложно избавиться, там все равно придется какое-то мешать все это делать. Так, уход за волосами. Да, уход за волосами у нас тоже затрагивается на курсе, так же, как и уход за кожей. Но он такой не супер глубокий, но он супер рабочий. Рада, скажите, есть ли у корейской косметики какое-то принципиальное отличие? Есть огромное отличие от, ну, вообще всех брендов. Я вам сейчас не могу это рассказать, но у них у всех разные составы, и они рассчитаны на разные вообще вещи. И от того, что вы пытаетесь себе заграничную плюшку купить, вы себе только хуже делаете, потому что, скорее всего, она вам вообще не подходит совсем, ну, или ее надо адаптировать. Это так же, как с питанием, то есть употребляйте то, что растет в регионе. Так, что за красная помада у вас? А, ну, это я рассказываю на красном свистке. У меня есть фаворитная помада, которая никак не портит голубой. Вот я всегда в ней. Рада, подходит ли ваш курс для визажиста, которые живут в Бельгии? Здесь совершенно другой менталитет, очень консервативный. Смотрите, я учу всех. Жизнь подстраивать под себя, а не подстраиваться под жизнь. И, например, я иду по пути того, что я предложение, и я уже вокруг себя формирую спрос. А то, что вы пишете в вопросе, похоже на то, что вы видите спрос и под него формируете предложение. Это разные пути реально. Вот, если вы визажист, например, и вы возьмете курс для себя, вы поймете, как работает кожа, как давать хорошие рекомендации клиентам, как формировать им уход, как правильно моторикой пользоваться и так далее. То есть, как не портить своих клиентов, а улучшить. Это улучшает очень сильно лояльность клиентам. В свое время мне это дало, мне кажется, 100% клиентов, потому что с каждой девушкой, о чем я разговаривала, я разговаривала о ее коже. И, конечно, если вы разбираетесь в коже, в химии, вообще во всем, во-первых, это очень хороший повод поболтать с человеком, у любой клиентки приятно, когда он не говорят, а не о ком-то другом, или не о каких-то третьих темах. И, конечно же, это формирует стопроцентное подсаживание клиента на вас, как на специалиста. Вот, не могу сказать, что этот курс вас как-то сильно усилит, как визажиста, но усиливает, у меня визажисты тоже проходят. А по коже 100% усилит, то есть вы сможете на лояльность и очень хорошо уехать. Консервативность клиентов ничего не значит, а это значит, что вы просто не умеете с ними работать. Вот и все. Вы знаете, более сурового пипла, чем на Урале, где я работала, наверное, вообще сложно встретить. Но это Тагил в чистом виде. При этом у меня все самые клиенты были мои, самые классные, добрые, адекватные. Вот. Тут дело как бы в том, что вы просто неправильно нарабатываете клиентов и все изначально. Но это мы на правкурсе все проходим. То есть самое главное это наработать своего клиента. Раду как подавить страх работать с агрессивными клиентами тоже в ту же тему. Вы просто неправильно, не умеете готовить. Вот и все. Не нарабатывайте агрессивных клиентов, тогда не надо будет с ними что делать. Я не знаю, люди любят страдать реально. Но это же глупо, зачем нарабатывать себе агрессивных клиентов, чтобы потом их гасить. Это очень ненадежная схема, не бизнесовая абсолютно. Но вообще не это. Не моя тема. Я за такое не ратую. Сейчас посмотрю. Тут еще вонсти вопросик. Ладно. И у меня еще есть парочка минуток. Так. Рата какая музыка на фоне? Это же мало играть. Я люблю с музыкой все делать. Я даже видео для всех курсов с музыкой сейчас записываю. Потому что без них все кислое какое-то становится. Так, рост я не скажу. Это вообще не по теме. Так. Обветренная кожа. Так это вообще 3 секунды. Вот смотрите, вопрос. Обветренная кожа. Что делать? Ничего не делать. Это ответ, кстати, был. Да. Чаще всего у нас кожа неплохая. Плохая не потому, что мы что-то делаем. Нет, сейчас скажу. Короче, самое лучшее это что-то перестать делать, нежели что-то начать делать для своей кожи. Потому что все проблемы, они связаны просто с неправильным действием. И часто я говорю клиенту просто вот это перестань делать, не делай. Вот лучше ничего не делай и уже станет лучше. И это хороший метод, потому что не думайте, чтобы стать здоровыми, красивыми, нужно все время что-то делать. Чаще всего нужно просто что-то перестать делать. Вы делаете много неправильных действий, которые портят вам исходник. Кожа привыкает к средствам или это миф? Это миф, да. У кожи есть потребности. Вот смотрите, у вас есть химия тела, состав тела. По факту у вас тело никак сильно не видоизменяется. Немножко. То есть оно немножко деформируется и все. Но у него химический состав постоянный. Ничего сильно не меняется ни во внешности, ни в тканях. И, соответственно, у них и потребности всю жизнь в космосе одинаковые. Но начнем с того, что наше тело состоит из воды. И как бы... А тело привыкает к воде? Ну да, привыкает, но оно ему необходимо. Это все, все, что вы знаете вообще о косметике, все, что вы знаете о макияже, о профессионализме, там, я не знаю, какие-то отзывы. Это все миф. Даже то, что вы можете найти по составу, чаще всего миф. Потому что недоизученная тема очень сильно. нет единой научной базы, нет единой договоренности между специалистами в этой теме. К самой науке я очень посредственно отношусь, потому что наука это все-таки чьи-то умозаключения. Но я вижу, что как бы нету более-менее общей точки зрения. Конечно, там люди до сих пор спорят, да, часть думают, что мы от инопланетян произошли, а часть, что от обезьян. Это тоже разные точки зрения, но по крайней мере есть две чистые точки зрения, которые всем известны. Вы можете выбрать свою ветку и идти. А что касается косметики, там и всякой фигни, там вообще миллиард, миллиард точек зрения, поэтому очень сложно выбирать. Совету никакие мифы не слушать, потому что это вас только запутает. Так, как я отношусь к гимнастике для лица? Я очень хорошо отношусь к гимнастике, у нее немножко другая функция, и у меня, кстати, в курсе есть бонусные уроки от специалистов, и там есть эксперт по гимнастике для лица. Гимнастика для лица, она дает вам тонус мышц, то есть она кровотоки, лимфотоки восстанавливает, она немножечко там ободрит мышцу от птоза, она может там удержать, да, на месте жировые пакеты и так далее. Может немножко расслабить какие-то зажимы, еще что-то. Очень хорошо отечность снимает. Но, понимаете, это внутренний процесс, то есть вы вроде снаружи работаете, но внутрь рассчитано, а макияж, он только на поверхности работает, то есть макияж вам никак лимфотоки, кровотоки не восстановят, кроме того, что у вас будет симпатичная мордашка в зеркале, как бы больше на внутреннее состояние это никак не повлияет, то есть только на настроение. Поэтому, конечно, если у кого-то отечность, там какие-то сильные птозы, если поехали в разные стороны, жировые пакетики, вот, и так далее, если вы с утра глаз не можете открыть от того, что отекли, это очень хорошая тема. Ага, да, вот мне тут Юра, мой продюсер, подсказывает, что я вам уже выдала больше инфуча, чем нужно было. Я надеюсь, что все было полезно. Вот, всегда предупреждаю, что я человек несерьезный, вот, и меня до конца слышать не стоит. Но я заметила, что несерьезные люди, это которые прошли уже, знаете, уже серьезный опыт. Вот, и, конечно, я очень посредственно к этой всей отношусь теме, с улыбкой, с юмором, не делаю никакие трагедии из макияжа, из косметологии, из массажей. Просто надо разобраться, и вам тоже подлегчает. То есть, как бы, в этом нет ничего сложного, там нет ничего опасного, вы себе сильно ничего не повредите, но если перестать делать ошибки и там немножко пары хитрых для себя фишек почерпнуть, можно сильно улучшить жизнь, облегчить ее, вот. Не делайте из этого суперответственного действия, пожалуйста, потому что все, что вы делаете, очень ответственно, оно плохо заканчивается. Я так считаю. Вот, поэтому, если хотите, запрыгивайте на нашу ракету. У нас достаточно лайтово, весело, с юмором и так далее. Вот. Раз в неделю или что? Раз в две недели, да, у нас мастер-майн сейчас? В этом курсе, вот, раз в неделю. А, раз в неделю. Да, раз в неделю у нас мастер-майн, но это только во втором и третьем пакете. Это вот примерно то же самое, как прямой эфир, только там могут все девочки из своих кабинетов заходить. Мы там тоже болтаем, вот так же на все вопросы отвечаем. Вот, так что я всех целую. Всем пока. Все сохраню сейчас. Да, здесь пол сохраню. Ну все, давайте пока. Пока.